Привет, друзья! Рада, что вы присоединились к моему каналу. Меня зовут Юлия Рябинина. И я вот сижу на фоне главного входа в Мерсинский университет. Прямо за два или три часа до выезда в аэропорт я решила прогуляться по Мерсинскому университету с русскоязычными студентами, чтобы они мне рассказали, как им здесь живется, учится, знакомится, отдыхается, почему они выбрали Мерсинский университет для своего обучения. Я надеюсь, что эта информация будет для вас, для ваших детей, очень полезна. Меня зовут Леулина Сан-Дмитриевич. Я родился и вырос в Казахстане, в городе Астана. С 2021 года я переехал в город Мерсин и являюсь студентом Мерсинского университета и учусь на факультете международных отношений. Меня зовут Набиева Зулииха, мне 18 лет. Я родилась и училась в Шымкенте, городе, в Казахстане. И в 2021 году я приехала сюда, в Мерсинский университет, непосредственно на факультет стоматологии. Чтобы добраться до ближайшего факультета, где АСАН учится, я так понимаю, что нам нужно преодолеть, ну, наверное, километр, если не полтора. АСАН сколько тут преодолелся? Да, километр плюс-минус, немалое расстояние. Но все равно администрация университета продумала все, и у нас по университету ходят специальные автобусы. То есть они отсюда, с ворот прям забирают студентов и развозят по всем таким значимым факультетам университета. Скажи мне, АСАН, а почему ты решил учиться в Мерсине, например, в Астане или в Алматы? Где у вас основные университеты? На самом деле в Казахстане обучение неплохое, но за счет доступности Турции, ну и у нас есть такое понятие в Казахстане, что если ребенок учится за границей, то он как минимум учит новый язык, развивается, ну и как бы от семьи отрекается и начинает саморазвиваться как личность. Вот, поэтому, наверное, выбрал, чтобы развиваться, учить новый язык. И так как у меня факультет международных отношений, еще один язык не помешает, а наоборот в будущем даст свои плоды. Сколько ты платишь за образование? С каждым годом, кстати, меняется, вот из-за ситуации с экономикой, но плюс-минус одинаковая стоимость, и в год обучение мне стоит 500 долларов по моему факультету. Обалдеть, ребята! 500 долларов в год стоит обучение на дипломата в Мерсинию. Вопрос, вопрос мы сейчас узнаем еще, насколько это образование качественное, но цены, конечно, очень потрясающие. А может бесплатно будешь обучаться еще? А бесплатно можно, кстати, есть программы стипендиальные, которые позволяют бесплатно обучаться в Турции в лучших университетах. Есть программа «Туркия бурслары». Правительство Турции предоставляет стипендии для иностранных студентов, для иностранных абитуриентов, которые хотят поступить в Турцию и обучиться здесь. Предоставляют шикарные просто стипендии, вплоть даже оплачивают до этого авиабилетов. Скажи мне, ты должен был выучить турецкий язык? Преподавание здесь ведется на турецком языке? Да, здесь, вот именно в Мерсинском университете, по моему факультету, у меня 70% идет на турецком и 30% на английском. То есть, как я до этого и говорил, у меня есть 8 предметов, из этих 8 предметов у меня 5 предметов ведутся на турецком языке и 3 предмета идут на английском языке. А как долго ты учил турецкий? Год. А это трудный язык? Ну, так как я знаю казахский язык, мне легко дался, у меня была база, очень похожие языки. А, то есть, казахский, турецкий похожие языки? Да, они же вот из одной семьи алтайских языков, тюркские языки. Ага, и скажи мне еще, ты мне говорил, что есть какое-то соглашение между Казахстаном и Турцией, да? Вот скажи прям целиком. Есть соглашение между Казахстаном и Турцией, что ученики, которые вот хорошо закончили школу, они могут с 80% скидкой поступить на обучение вот в университеты Турции. Более того, насколько я знаю, в нашем университете есть программы Erasmus, Erasmus+, которые вообще предоставляют возможность студентам ездить по обмену, обучаться. Я знаю очень много людей, у меня есть многие знакомые, которые из Мерсинского университета уезжали в Польшу, в Испанию, в Германию, обучались там семестры. И просто то, что университет предоставляет все такие возможности, это не может не радовать. Ты в общежитии живешь или снимаешь квартиру? Я сейчас, ну знаете, это как общежитие, но квартиры. А, ну это в общем такой промежуточный вариант. Да. Ой, ребята, подождите, посмотрите, какая красота. Вот это, знаете, вот университеты должны выглядеть очень торжественно. Очень красиво. Это какое-то центральное здание, да? Это архитектурный факультет. Вот я чувствую, моя креативная натура, она сразу как увидела. А мы туда попадем внутрь или нет? Внутрь нет, в воскресенье все закрыто, к сожалению. Ну, как бы мне повезло. Ну, куда мы не попадем и ничего не увидим, называется. Так, мы продолжим. То есть, за сколько ты снимаешь апартаменты а-ля общежития и сколько у тебя уходит денег на питание? Вообще в месяц? Ну, на проживание, на все развлечения, питание и прочее приблизительно. Ну, вот в данный момент мы оплачиваем 2 700 лир за месяц проживания. Я потом, ребят, вам дам в рублях или в долларах. А вот в целом на нужды я вот точно прям бы не считала, но я думаю, что для комфортной жизни, наверное, тысяч, не знаю, 2-3 хватит. Ребят, посмотрите еще раз, не могу. Не могу я остановиться. Мы зашли во дворик, это все архитектурный, да, получается? Нет, вот это архитектурный, это здание ректора. А, это вот архитектурный? Да. Там непосредственно столовая, вот столовая здесь находится. И столовая тоже закрыта? Столовая, на самом деле, вообще шикарная. Закрыта столовая, да? Я думаю, да, да. Ребята, но у нас в столовой, я вот частый посетитель столовой, у меня расписание очень хорошее. В столовой обед у нас стоит 6,5 лир. Ребят, 6,5 лир, это в районе там 30 рублей. Ну это вообще, из чего-то в этом обеде, расскажи. У вас будет входить первый суп, это может быть чечевичный суп, томатный суп, то есть и все вкусно, и порции хорошие. И второе, горячее блюдо, там дают вот такие вот вплоть до курочки, окорочку какую-нибудь, картошку, пюре или макароны. То есть кормят хорошо. Помимо этого, обязательно прилагается вода и также дополнительные либо какая-нибудь сладость, либо какой-нибудь напиток, либо какой-нибудь фрукт. Вот, и вот прям приходите, после уроков поели, все, в шаговой доступности, вот. На самом деле архитектура, да. А я же тебя не вижу, потому что солнце. Солнце. Ага, да. Вот, и вообще шикарно. То есть приходите, классно. А, более того, вот место моего общежития, через дорогу, есть такая вот небольшая будка. Правительство Турции предоставляет для студентов, опять же, еду домашнюю за три с половиной лиры за порцию. Три с половиной лиры. А как предоставлять, заказать можно где-то? Нет, там, получается, стоит будка, приезжают люди с муниципалитета, вот. И за счет этого вот люди просто... А? Я говорю, то, что этот... Чего, чего, Зуль? Я говорю, дайте туда пройдет. А, давай. А, да, там красиво очень. Это вот одна из таких, это вот как главная площадь у нас в университете. А, ребят, а, ну вот это здесь обедают, что ли? Или это... Да, это вот все площадка, здесь люди сидят, обедают. Вот, посмотрите. Вот это вход. Пойдем-ка мы заглянем через окошки, как выглядит. Вот, собственно, вот есть через окошки, нужно будет посмотреть. Сейчас мы посмотрим, как выглядит столовая для студентов. Так. Я, знаете, я везунчик, я всегда прихожу снимать, то почему-то все закрыто. Ну, сейчас мы вам покажем. Посмотрите, большая, большая столовая, там в центре раздаточная. Я рассказываю, вы есть что-нибудь увидите. Это, кстати, первая раздаточная, вторая раздаточная там еще есть. И там еще второй зал. Ну, какая Турция без кошек? Кит. А, иди сюда. Опа, на камеру, на камеру. Они, да, они реально, они очень, они прям чувствуют, что надо понравиться. Ой, ну, что ты выпендриваешься-то? Что выпендриваешься-то? Так, а, ну, вон там же, посмотрите, вдалеке. Это, кстати, очень хорошая турецкая традиция, кормить бездомных кошек и собак. Вон, видите, такая будочка, где проживают, где проживают животные, их там кормят. Так, а еще мы проходили мимо кафе, да? Да, давайте расскажу. У нас есть главная площадь, называется она Чарше Мейдана. Так, переводите. То есть, это как базарная площадь, потому что здесь всякие магазины, всякие кафешки, кофейни. И одно из интересных, вот один из интересных моментов, у нас в университете есть свой Starbucks. Да, как и называется Starbucks? Ну, прям франшиза Starbucks. А, ну, в смысле, прям Starbucks открыл здесь это? Да. Потрясающе, ага. Помимо этого есть разные другие кафешки, есть прям супермаркет с такими же ценами, как и в других точках. То есть, все доступно абсолютно, все для людей, все для студентов. Ну, это, как папа говорит, учить не хочу. В общем, да, я согласна. Смотрим, ребят, посмотрите, очень красивая площадь, посмотрите, такие клумбы. А вот и кафе, и где-то среди этих кафе есть Starbucks. Вот оно. А, где? А, вот и Starbucks. Так что, завидуйте молча. Ребят, вот площадь. Здесь ректорат. Это которая базарная площадь, да? Ага. Вот она, вот как выглядит настоящая базарная площадь, ну и неизменная татюрка. А можешь сказать, сколько твое обучение стоит? Я так понимаю, что одного уровня цены везде или в зависимости от факультета разная стоимость? Ну, знаете, как, наверное, обычно в любой стране медицина это самый дорогой факультет. И мой, ну, на данный момент где-то 1400 долларов в год. Скажи, мне тяжело учиться? Конечно, здесь тяжело. Я не скажу, что легко, это будет враньё. Потому что, например, когда мы обучались турецком языку, всё было довольно легко, и мне казалось, что так же будет в университете. И в основном во всех видео в Ютубе так говорили. Но на самом деле здесь очень сложно. Но опять же, привыкнуть можно. То есть сложно изъясняются профессора, и ты не сразу их понимаешь? Скорее, да, немного вот с языком проблемы. Потому что тот язык, который мы выучили, он скорее немного разговорный, а там как бы нужен такой профессиональный язык, более такой. То есть терминов много знать нужно? Да, терминов. И, как бы, в принципе, одногруппники помогают. Надо обязательно с турками знакомиться, потому что они потом помогают, всячески пытаются объяснить себе вот это всё. Вот скажи мне, в твоей группе сколько людей, сколько среди них турок или турков, я, кстати, не знаю, как правильно, и какие ещё национальности в твоей группе? У нас на факультете в этом году очень много, 140 человек. Вот. И есть, конечно, иностранные, но это в основном сирийцы там. Есть некоторые из Болгарии тоже приезжают. Ну, а так, да, в основном сирийцы, иранцы, вот в целом так. Из Казахстана только я и одна ещё девочка, всё. Ну, из этого, из бывшего СНГ, например, сколько? Ребята, посмотрите. Вообще, конечно, университет новый, я считала, что он в 1992 году создан. Но он создан очень правильно, торжественно. Он похож на храм. Он очень красивый, свободный, просторный, лаконичный. Прям очень мне нравится эта архитектура. Скажи мне, как много здесь русскоговорящих? И откуда они в основном? В самом университете много, но на моём факультете мало. Ну, например, на факультетах международных отношений или экономическом там довольно много с Казахстана и в основном с Азербайджана, русские, которые знают. С России, кстати, тоже есть, но на вот первых курсах я не замечала. Они в основном либо там уже вторые, третьи или уже последние курсы. И чаще всего они по гранту поступают, потому что для российских граждан сюда на грант поступить намного легче, чем нам, например. А почему интересно? Почему интересно, не знаешь? Знаю. Вот, например, есть у них такая программа «Туркие брусвары». Я сама тоже непосредственно пыталась, но там, например, дают ограниченное количество мест, скажем, там, я не знаю, 300 на страну. И вот на медицину 1,2,3, ну, понятно, что меня не выбрали, но, например, с Казахстаном, когда я подавала, с Казахстана подавали где-то 15 тысяч человек, с Россией, например, 2 тысячи, 3 тысячи, то есть там шанс пройти собеседование намного выше. Ребята, вот мы идем, идем, и к нам постоянно кто-то присоединяется. В этот раз был кот, теперь к нам присоединилась вот такая замечательная собака. Она за нами идет и слушает. Ты, кстати, откуда родом-то? Турчанка, да? Турчанка-то? Ну, девочка, я не буду тебя обижать, ты что? Ну, мальчик, мальчик, мальчик. Ну, ладно, ладно, иди, иди за нами, иди. Ой, обиделся реально. Что тут насчет досуга? Насчет досуга? Очень хороший вопрос. Тут все, наверное, будет зависеть от ваших интересов. Вот я люблю заниматься спортом. Университет, честно говоря, все возможности предоставляет. У нас в университете есть свой крытый бассейн, просто шикарный, отлично. Я хожу в бассейн, бегаю, занимаюсь спортом. Помимо этого, на данный момент я работаю на двух работах. Первое, это я занимаюсь переводческим делом. Второе, я преподаю турецкий. И третье, я состою в организации волонтерской международной Айзек. Вот мы занимаемся обменом учителей и волонтеров по всему миру. Вот, и на самом деле, почему я говорю все время доступность, доступность. Что я вступил в эту организацию, и, ну, конечно, приходилось работать, показывать себя. И за два месяца уже было первое повышение. И на данный момент в организации у меня есть своя команда, которой я руковожу. Я командный лидер данной организации. Ты знаешь, я почему-то не сомневалась. А скажи мне, культурная жизнь, вот помимо спорта здесь есть, куда сходить, где потусоваться? Конечно, здесь есть кинотеатры, и более того, фильмы показываются на двух языках. На турецком и на английском. Вот, помимо этого, часто проводятся очень театры какие-то, оперы приезжают. Я помню, месяц назад приезжала какая-то австрийская опера. В Мирсине практически никто не говорит на английском. Надо это дело менять. Ну да, в этом плане город такой нетуристический. Вот за счет этого и нету город не разбалован туристами. Вот здесь люди все... Ну, это такой провинциальный город. И за счет этого турки, они вот прям настоящие турки, доброжелательны, всегда помогут, всегда чем-нибудь угостят. Была даже ситуация, я летом здесь работал в школе, преподавал английский. И в сторону школы, мне ездили автобусы, я иду пешком. Ну, плюс 50, жара, плюс 45. Ко мне подходит мужчина, вот так вот из рюкзака достал холодную воду, говорит, попей. Я говорю, сколько должен? Он говорит, какие деньги, нисколько. Можно туда сейчас пройти, там тоже, да. Впереди что-то похожее, ну, тоже на какую-то площадь. Да, здесь вообще летом фонтаны работают. А. Здесь фонтаны, то есть тоже вот по университету гулять одно удовольствие, лично для меня. Особенно вечером выйти так спокойно, освещено, людей мало и вот прям классно. Классно. Зуль, а вот скажи, можешь мне назвать три основные вещи, которые отличают Мерсин от Казахстана, ну, скажем, от типичного казахского города? Угу. Ну, первое, пальмы. Пальмы, море, вот это все, зелень такая. По крайней мере, в моем городе не было особо такой растительности. Потом, что я могу сказать, менталитет, он почти схож, но все же немного отличается в некоторых местах. Чем? Ну, знаете, здесь, например, люди более какие-то раскрепощенные, живые, то есть они не боятся всяких осуждений, прям, так скажем, живут на все. Особенно вот студенты, я замечаю. Потому что, когда я приезжала, я думала, ну, как бы здесь мусульманская страна, да, здесь более так это. Нет, здесь, наоборот, больше подражают Европе и как бы в таком плане. Ребята, сейчас я вам покажу, это огромный, это огромный фонтан, ну, бассейн с фонтаном скорее. Вот представляете, ну, это, наверное, на летом смотреть на всю эту красоту, это вот такие просторы необъятные с водой, там фонтан бьет. А где-то вдалеке кричат люди, судя по всему, болеют, какое-то спортивное соревнование. Да, там волейбол, волейбол, баскетбол. А, так, значит, ты сказала. Спасибо, Кады. Вообще, я хочу сказать, на старости лет я перееду жить к морю, потому что на улице декабрь, ешкин кот, плюс 20. Ну, это вот вам тоже, кстати, ребята из Казахстана, у вас еще похлеще, чем у нас климата, да? У нас холода и жара, резкоконтинентальный климат, дает о себе знать. Но, честно, я больше человек такой зимний, я люблю похолоднее, поэтому часто выезжаю в горы здесь. А, ну, вот, кстати, на вопрос, что на досуге делал, я в горы часто выезжаю. Я ездил в сентябре в сторону Кайсери, город этот, в сторону Каппадокии. Там есть старый стратовулкан, называется RGS, пятая вершина в Турции. Три тысячи шестьсот семнадцать метров. Вот, с другом поехали, мы, кстати, турком. Вот, вместе поехали, взобрались, я флаг Казахстана раскрыл. Устал, правда, очень сильно. Вот, вернулись, вообще классно. Вы скучаете по родине? Конечно. Очень сильно. А почему скучаете? Вот есть какая-то картинка, какие-то люди, что, что, почему скучаете? Ну, в первую очередь, родные, близкие, все друзья там, как-то так. Ну, я не знаю, я, наверное, скучаю именно по родственникам, по родителям. И вот, ну, не знаю, вот, дома как-то всегда спокойнее. Всегда прям. Та же фраза, лучше быть стелькой на родине, чем султаном на чужбине. Ну, нет, ну, султаном я не уверена. Скажите мне, вы видите, вот, вы представляете свою жизнь в Мерсине, будущую, или все-таки нет? Да, город развивается, то есть, стремительно, именно в позитивную сторону. То есть, здесь сейчас строят метро, здесь сейчас строят аэропорт. Я думаю, то, что лет через пять Мерсин, это будет прям таким вот большим уже городом, уже развитым. То есть, сейчас он, мне кажется, на стадии развития, но через пять лет этот город будет просто конфеткой. Я аналогично считаю. А я имела в виду, вы хотели бы жить, свою дальнейшую жизнь связать с Мерсином? Ну, никто не знает, как будет в будущем, конечно, но на данный момент меня все устраивает. В принципе, я бы хотела здесь немного поработать, да, попробовать. Как-то так. Я бы, наверное, в Мерсин переехал ближе вот к старости. Город такой спокойный. Вот прям классно. Утром вставать, на море ходить, потом вечером, ой, в обед там где-нибудь чай попить, турецкий кофе попить. И вот прям спокойно. А можно о личном? Скажи, пожалуйста, турецкие девушки отличаются от казахских? Ну, по моему мнению, да. Чем? Ну, я, честно говоря, сильно так не знакомился. Они, кстати, вот что я заметил, турецкие девушки не более напористые, они более настойчивые. Если они что-то хотят, они будут добиваться. Наверное, так же, как и мужчины, да, турецкие? Сейчас, подожди, Мазюля расскажет отдельно. Да, это самая интересная часть для наших зрителей. Да, вот. И сталкивался со случаями, конечно, интересными, когда я вот один раз заболел, и мне писала вот турчанка, пишет, заболел, давай суп принесу. Я говорю, нет, спасибо, я все сам. Она говорит, суп не хочешь, давай лекарства, куплю, принесу. Нет, нет, она говорит, ничего я не знаю, через 10 минут выходи, я тебе лекарства куплю. Меня, ну, честно говоря, такое пугает чуть-чуть, потому что, ну, как мы общались насчет этого, то, что у нас, наверное, в Казахстане инициативу больше проявляют мужчины, чтобы добиться девушку, а здесь вот как-то так. Ну, и они тоже. Как я слышал, многие говорят, что турецкие девушки не такие, хитрые чуть-чуть. Да, вообще, турки хитрые, при всех положительных качествах этого народа, они, конечно, хитроватые. Да, да, да. Ребят, смотрите, вот видите, какая вдаль идет, это очень похоже на какой-то сад, да? Это что? Такой мини-садик. Мини-сад, ага. Где можно погулять, вообще, это очень похоже на эти, как, древнегреческие университеты, они же гуляли, они же не сидели в этих, в лекториях, а гуляли и философствовали. И вот по будням, мы когда проходили возле электориата, там же газончик, и люди на газоне сидят, учатся вместе вот так вот в кружках, и очень прям атмосфера такая в университете всегда, все учатся, но нет вот этой загруженности, вот как в Стамбуле, например, выйти, и все серо-серо-серо. Здесь люди вот прям вот на расслабоне учатся. Ну, теперь, Зуля, твой час настал, расскажи про турецких парней. Ну, они, многие, конечно, довольно настойчивые, но, знаете, это в основном проявляется у более взрослых мужчин, я не знаю. Вот, например, расскажу один случай. Мы с подругой, ну, возвращались в Казахстан, у меня вот с этой подругой живу, и мы ехали в Анталию на автобусе, и там, в общем, мы едем, и какой-то мужчина постоянно на нас смотрит, в нашу сторону. Ну, мы едем, не поняли, да, а потом, когда уже многие вышли с автобуса, да, мы уже почти подъезжаем, и он в этот момент подходит к нам, непосредственно к моей подруге, делает ей комплименты, ну, такие, да, да, спасибо, вот это всё. И потом просит у него там инстаграм, всё такое, и потом говорит, выйдешь за меня. Сразу? Да, он говорит, я хочу на тебе жениться. Моя подруга, конечно, испугалась, но вот такой смешной случай был. Скажи мне, а что с ночной жизнью? Здесь есть тусня ночная. Мне иногда кажется, что турки, они начинают жить только ночью. Особенно летом, потому что летом очень жарко, и они как будто, ну, до вечера сидят дома, а потом вечером выходят и тусуются. Потому что, например, у нас рядом с общежищем там прям несколько баров подряд, и вот ночью они очень сильно шумят. Там прям вся молодёжь там находится. Как тебе турецкая кухня? Я обратила внимание, что в Мерсине очень мало европейских кафе и ресторанов, в основном турецкая. Там у тебя сварение желудка нормальное происходит? Ну, вначале мне было немного сложно привыкнуть, даже сейчас, потому что я, ну, не очень люблю, да, скажем так, мясное, хлебное. А они тут прям, у них вся кухня на этом, как бы, стоит. Мясо они очень любят. Они, мне кажется, в день три раза едят, и три раза всегда мясо у них. Ты не поправилась, кстати, когда приехала в Турцию? Нет, серьёзно, это проблема. Я думала, наоборот, ну, не будет такого, потому что там, как бы, движение. Тут турки, они очень любят ещё зелень, да, у них тут круглый год овощи, фрукты, вот это всё. Но вот такое обилие всяких вкусностей, конечно, немного поправилась, но потом пришла как-то в себя, там, осознала, что он... Да баллась, не знаю, это беда недорогой турецкой пищи. Да, да, кстати, тут у них очень доступно в этом плане. Ну, ты как, алкоголь пьёшь? Я? Да. Редко. Очень редко. Опять же, я винный человек. Я столкнулась с тем, что в Турции, в Мерсине, я не знаю, про другие не скажу, в Мерсине большие проблемы с вином. Это правда? Да. Да, на самом деле здесь, вот, наверное, по ассортименту по алкоголю, как я заметил, здесь ассортимент такой, худовастенький. В плане, что и вина, и пиво, или... Что интересно, у них здесь нет пива на разлив. У нас, например, в Казахстан, вот, импортное пиво привозят, ну, экспортом. То есть, немецкое, чешское, бельгийское. Ребята, извините, пожалуйста, я ещё покажу быстренько. Это ещё один, это тоже фонтан, да, я так понимаю? Да, да, да. Ещё один фонтан. Мы зимой, поэтому они не работают. Это, вот, как я и говорил, разнообразие... А, смотрим, да, смотрите. И это, это я, правда, не очень понимаю. Ну, это что-то их хвойные, а вот это, вот это очень интересное. Растение, как плакучая ива. Красота. Очень красиво. Это, конечно, здесь... Ой, сколько здесь зелени. А мы сейчас про алкоголь поговорим. Вот, значит, те, кто едут в Мерсин, если вы такие же винные люди, как я с Ассаном должны знать, что... Лучше привозить с собой. Да, лучше покупать зелень и френ. И побольше. А что вообще, вот, что пьют турки, что в доступе у них? Турки пьют по большей части их собственную водку. Раке. Ага. Ну, как она? Я пробовал, мне не понравилось. Они... У них еще странный способ. Они наливают... Насколько я знаю, раке 42 градуса. И они вот так вот наливают в стакан и сверху водой. По вкусу раке напоминает лекарство амбробене. Ну, не очень вкусно. Сладкое, что ли? Ну, оно не сладкое, это непонятный вкус. Ага. Ну, вот, не знаю, для меня это было что-то странное. Что-то такое. И я попробовал, мне не понравилось. Нет, с этим связываться не буду. Более того, они его пьют еще... Вот, к раке прилагается еще сок безалкогольный. Шалгам называется. Угу. Насколько я знаю, это смесь из помидоров. Из красной моркови. Да, и из красной моркови. А что, есть еще не красная морковь? Ну, вот, я попробовал, тоже не понравилось. А что тебе, кстати, нравится в турецкой кухне или не нравится? В турецкой кухне, вот, честно говоря, по моему мнению, в Турции курица, она более сочнее, более вкуснее, чем в Казахстане. Но говядину, говядину я здесь практически не ем, она здесь, по моему мнению, вообще невкусная. Вот, у нас, ну, я не знаю, то ли они их неправильно выращивают, на самом деле, ну, вот, зелени много, может, именно сам способ выращивания. Но в Казахстане у нас, например, прям выращивают, и мясо такое жирное получается, вкусное, сочное. Вот. А с рыбой что? С рыбой, ну, вот, средиземная рыба, мне анчелсы здесь нравятся. Они такие вот в панировочке, хорошие, красивые. Вот. Но в Казахстане я все равно побольше рыбы ел, потому что я 4 года жил в прикаспийском городе, Актав, это бывший Шевченко. И там вот прям разнообразие рыб, самые такие вот деликатесы. Кефаль, морской судак. А шлюни потекали. Да, да, да. И осетр, осетр. А, неплохо вы там жили. Да. Это да. Ребята, а мы приближаемся к стадиону, это университетский стадион, да? Да, да, да. Ну, это практически, здесь можно любые соревнования устраивать. Огромный большой стадион. Ну, я так понимаю, я устраиваю, да? Да, да, да. Ты здесь бегаешь, или ты бегаешь, сказал? Да, я здесь бегаю, вот, по манеже. Очень, вот, приятное покрытие, потому что покрытие резиновое, и для того, чтобы, вот, часто бывает такое, что при частом, ну, вот, когда часто занимаетесь спортом, именно бегом, у вас бывают проблемы с коленями. Вот, если вы бегаете по асфальту, или по бетону, потому что идет частая нагрузка, частые удары по колену, здесь сделали классное резиновое покрытие, и поэтому нагрузка на колени не такая большая. Помимо этого, здесь, например, в прошлом году на этом поле проводились соревнования по футболу среди факультетов. И так же люди болели, приходили за свои факультеты. То есть, аккуратно, стрелы, подстрелят сейчас. А, сейчас подстрелят нас. Сейчас покажу во всей красе стадион, и вот этих ребят стреляют. Сейчас, подождите. Не стреляйте, жить хочу. Расскажи, кстати, про медицинскую страховку. То есть, студенты должны оплачивать медицинскую страховку, правильно? Да, ну, вообще все, чтобы получить ВНЖ, непосредственно нужно получить страховку на определенное время. Сколько она стоит? Всегда по-разному, но вот в этом году мы где-то за тысячу лир покупали. Ну, опять же, это для студентов, для взрослых там еще дороже идет. И что входит в эту страховку? Ну, там есть разные тарифы. Вот самый минимальный, это там, например, когда неотложная помощь нужна, когда что-то срочное в этом плане. Спасибо. Мадрина растет. Ребята, давайте я вам настроение испорчу. Смотрите, я еще раз повторяю, декабрь, между прочим, декабрь. Сейчас как раз самый сезон. Ребята, а я сейчас... А можно срывать мандарину? Да, конечно. Ребята, я сейчас сорву мандаринку. Посмотрите, ребята. Слушайте, настоящий мандарин. Это я гуляю по университету рядом со стадионом. Так, единственное... А, они упали многие. А сейчас самый сезон, в декабре. У них даже мандаринный фестиваль что-то такое проходит. Посмотрите, они такие... Смотрите, что ты словачки. У меня... Мандарины показывают. Прямо и кислые. Вау-ва. Хотя, чтобы мне завидовали, не получилось. Насколько я знаю, я, конечно, здесь лекарства еще ни разу не покупал, но с этой страховкой у нас есть скидка на лекарства. Вот, то есть, вообще, хорошо. Но страховка здесь обязательная, потому что, что для университета, что для вообще проживания, для получения вида на жительство, она прям обязательно. Помимо этого, ну и как бы и самому на душе. Не, ну это важно, конечно. А в НЖ сложно получить? Нет. Я думаю, что нет. Вот, я живу в общаге, нам без проблем дали прописку. Прописку дали. Вот, я занимался регистрацией своих друзей. я такой человек, а больше как вот немец. У меня все должно быть по полочкам, все вовремя. Вот, поэтому я назначил себе встречу, рандеву, меня пригласили. Меня пригласили, я пришел, 15 минут занял. 15 минут, и я такой мини-резидент Турции. А на сколько дают в НЖ? Аккуратно. Машина. На сколько в НЖ дают? В НЖ дают мне на год дали. И потом каждый год продлевать надо? Аккуратно, сейчас сможет увернуть. Да, каждый год продлевать. На самом деле, я хотел сразу на 4 года получить. Я пришел, предоставляю все документы. Я говорю, я же на 4 года получу. Он говорит, а у тебя есть страховка на 4 года? А, то есть, нужно, чтобы получить в НЖ на 4 года, нужно иметь страховку на 4 года. Ну да. Если бы знал, я бы сделал на 4 года. Но ты можешь в следующем году сделать на 3 года. Да, да, да. Кстати, ребята, вот вам лайфхак. Это очень важно каждый год ходить и продлевать. Можно, в самом деле, сделать. Если есть возможности, понятно, что они у всех есть, то это да. Дай Зуль, пожалуйста. Зуль, мы что-то нарисовали. Я как журналист, я все-таки человек с критическим мышлением. я не люблю когда все сахарно-рафинадно. Давай мы поговорим о минусах. Мерсина, мерсинских людей, наверняка они есть. Не то, что это не значит, что здесь жить нельзя, но просто к ним надо быть готов. Свои минусы здесь тоже, конечно, есть. А, а это что? Это корп. У нас университетская больница. Нифига себе больничку. Это Денисный горп. Сейчас я покажу. Вот, ребят, как живут студенты Мерсинского университета. университет открывается на горы. А, да, университет, он практически, ну, не на окраине, но на окраине. И подпирается горами. Вообще, здесь, конечно, классно. Хорошо здесь. Мне здесь нравится. Для погулять ничего. Так, по поводу минусов. Давай. Ну, опять же, вот, как с медициной. То есть, медицина хорошая, но немного недоступная, скажем так. Потом, например, вот, знание языков, да, например, английский. Нам это полегче, потому что мы турецкий-то знаем, а вот большинству иностранцев это очень сложно, потому что даже на английском иногда сложно поговорить. Потом, насчет турков, что могу сказать, вот, они очень хитрые, вот, в этом плане, как сказать, они часто много говорят, мало делают, вот так. То есть, они обещают много, да? Да, они могут, например, сказать одно, сделать другое, и ты не можешь никак, ну, доказать, что он по-другому рассказывал. Или, например, назначают встречу, скажем, они не пунктуальны, они живут очень расслабленно, свои нервы вообще не тратят. Вы приезжаете на какую-нибудь встречу, задаете вопрос, а вам вообще про другую тему, и там воду льют, льют, льют. у вас время ограниченное. У нас просто в Казахстане, мне кажется, и в России, потому что так принято, что если какая-нибудь встреча, то все только по делу. Да. То есть, как изначально договаривались, так и должно быть. Они воду льют, у нас, например, эти встречи можно было бы в Казахстане за полчаса закончить, все эти моменты подчеркнули от себя, понять, здесь встречи идут по три, по четыре часа, чаи заказывают, заказывают, вот они любят. Им лишь бы поговорить и чай попить. А как же они бизнес-то делают? По большому счету, Турция, кстати, в Турции очень хорошо развитый бизнес. В бизнесах хорошо развитый, но, опять же, я сталкивался с таким, что во многих сферах люди непрофессионалы, профессионализма мало. Например, многие специальности не развитые здесь. Например? Такие, как маркетологи, менеджеры. Это неправильное понятие у них этих специальностей. А понятие маркетолога у них вообще другое. То есть, это тут, которое зазывало на них маркетолога, да? Да, 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 да. Вот. А есть потребность в маркетологах у них? Здесь, да. Да. Есть? Есть большие компании, которые знают, как работать. По большей части эти люди, они там обучались в Европе. На самом деле, люди такие вот высшего класса в Турции, они отправляют детей обучаться в Европе. Дети в Европе обучаются, приезжают сюда. И вот за счет своего профессионализма здесь у них бизнес очень хорошо идет. Вот. То есть, но... Ага. Назовем их хорошими турками, хорошие турки, они ценят профессионализм. Назовем их плохими турками. Плохими турки профессионализм не ценят, они думают, что это лишняя трата, что вы слишком серьезные, они вас воспримут за слишком серьезного и за холодного человека. Вот за ваш профессионализм. Ну, из минусов мясо другое и рыба дорогая. Ребят, спасибо вам большое за эти два с чем-то часа, проведенных в университете. Я почему-то ожидала что-то другое, я не говорю, что я хуже ожидала, но я ожидала что-то более сухое, такое, академичное, а я попала в какой-то город-сад. Вот. Скажите мне на прощание, вот, кому бы вы советовали поехать учиться в Мерсенский университет, а кому бы нет, вот с вашей точки зрения? Ну, в первую очередь, конечно, ребятам, которые там стремятся к чему-то новому, какие-то есть свои цели, потому что Мерсен, это, опять же, город возможностей, здесь ты как-то раскрываешься с другой стороны еще и вдали от родителей. В целом, очень приятно находиться, да и мы, как бы, всем рады, если что, конечно, с радостью поможем. Асан? Так, я забираю. Я бы, наверное, посоветовал этот город тем, кто любит теплые края, кто предрасположен к добрым людям, кто сам по себе добрый. Как мне кажется, Мерсен – это такой город, где тебе люди делятся с тобой добром, и хотите, не хотите, вы тоже будете делиться добром. Я по приезду сюда стал более таким открытым, добрым, и в Казахстан приезжаю, и это добро передаю, так сказать, своей стране и своему народу. Сказал бы, что путешествуйте, оно того стоит, вот, ну и всего хотел бы пожелать всего самого наилучшего. Приезжайте к нам в гости, мы вас всегда ждем, всегда встретим. Ребята, еще попросите для моего канала лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До скорой встречи. Да. Круто. Спасибо. Спасибо.